В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Компания Bethesda на прошедшей конференции Electronic Entertainment Expo презентовала продолжение антифашистского шутера Wolfenstein. В новой Wolfenstein 2 The New Colossus игрокам обещают еще больше безумия и мертвых нацистов. На месте и главный герой Биджей Бласковец. Судя по анонсирующему ролику, вступительную часть игры персонаж проведет в инвалидном кресле, восстанавливаясь после событий первой части и попутно расстреливая врагов. Действие развернется в 1961 году в альтернативной реальности. К сожалению, сражения Wolfenstein The New Order не сломили режим нацистов, они по-прежнему сильны. США под их полным контролем. Однако главные герои и его друзья отказываются сдаваться и продолжают противостоять злобному режиму. Биджей возглавит сопротивление и пройдет путь от Манхэттена до Нового Орлеана, чтобы остановить нацистскую армию. В этом команде поможет обещанный разработчиками обширный арсенал. Для оружия будут доступны апгрейды. Вторая часть Wolfenstein выходит 27 октября 2017 года. Платформы стандартные. ПК, Xbox One и PlayStation 4. На E3 также было представлено продолжение футбольного симулятора от EA Games FIFA 2018. Очередная часть продолжает и развивает идеи предыдущего выпуска. В прошлый раз мы наблюдали за карьерой юного англичанина Алекса Хантера, восходящей звезды премьер-лиги. В этом году Алекс возвращается. Нам предстоит узнать, как именно обернется его карьера, которая теперь не будет ограничиваться одним лишь туманным альбионом и местными командами. Но главная фишка FIFA 2018 не вымышленный Хантер, а вполне реальный Криштиану Роналду, вынесенный на обложку. Его здесь будет очень-очень много. Он сразу попадет в вашу команду при предзаказе и в синглплеер, кстати, тоже заглянет. Но главное, португальский футболист будет не только выглядеть, но и бить по мячу совсем как настоящий. Все его действия были оцифрованы с помощью технологии Motion Capture. EOSports не собирается ограничиваться одним Роналду и, скорее всего, включат в FIFA 18 и других известных футболистов с полностью проработанной анимацией и движениями. Помимо традиционных ПК, Xbox One и PlayStation 4, FIFA 18 появится на консолях предыдущего поколения и Nintendo Switch. Правда, в этой версии она будет отличаться в силу технических особенностей. Свою новую разработку показала и студия BioWare — футуристический шутер Anthem. Были представлены тизер и геймплейный ролик. О сюжете в данный момент известно мало. Разработчики сообщили лишь, что игрокам предстоит вступить в ряды наемников. Собрав команду из четырех человек, герои будут исследовать ранее неизвестные планеты и пытаться выжить после встреч с их обитателями. Одна из особенностей игры — экзокостюм. Эта футуристическая броня позволит игроку летать, плавать под водой, отбиваться от огромных инопланетных монстров и многое другое. Anthem разрабатывается на движке Frostbite, который стал основой как для мощных экшенов вроде Battlefield 1, так и для ролевых и спортивных игр. Изначально релиз нового шутера от BioWare был запланирован на конец нынешнего года, но затем выпуск перенесли на 2018-й. Поддерживаемые платформы пока не объявлены. Однако Microsoft не объявляла об эксклюзивности игры для Xbox, поэтому стоит ожидать выхода Anthem также на ПК и PlayStation. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе всех самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok